Эй, ребята, здесь нам повезло, и сегодня мы поговорим о том, что нового в Cancars Blade в 2022 году. Клинок Конкера — это бесплатная многопользовательская онлайн-игра, действие которой разворачивается в огромном открытом средневековом мире, где вы осаждаете вражеские стены с конечной целью проникнуть внутрь и захватить контроль над землей внутри. Во время этих масштабных сражений ты управляешь одним героем и до 40 юнитами. В этом видео я собираюсь помочь тебе понять, что такое клинок Завоевателя и что они добавили в последнее время. Первое полное раскрытие. Это видео спонсируется компанией Cancars Blade, которая только что запустила обновление для борцев 10 сезона, в котором добавлено несколько удивительных вещей, которые действительно взволновали сообщество. Так что если тебе нравится то, что ты видишь в этом видео, и ты хочешь попробовать, обязательно посмотри ссылку в описании ниже. Эта ссылка даст тебе 7 бесплатных дней премиум времени, а также 25 уровней Battle Pass, чтобы ты начал. Так что же такое клинок Конкера? Вот общий обзор. Вы сражаетесь за контроль над полями сражений, городами и могущественными крепостями в эпических онлайн-осадных сражениях с участием до 15 игроков с каждой стороны. Тебе придется использовать стратегию и осадные орудия, такие как осадные башни и требушеты, чтобы усилить оборону противника и отправить свои подразделения, чтобы выиграть бой. Выбранный тобой герой может специализироваться на 10 или более уникальных классах оружия, которые ты можешь освоить и модернизировать, начиная от великолепных мечей и заканчивая пиками. Сражаясь на стороне своего героя, ты сможешь выбрать любое из 85 различных подразделений ближнего боя, дальнего боя или кавалерии, вдохновленных величайшими вооруженными силами в истории, которые будут добавлены в список войск в новом сезоне. Обновление 10 горцев — это подразделения, вдохновленные историческими вооруженными силами Шотландии. Они также добавили новую карту, вдохновленную прекрасными пейзажами и зелеными долинами, которые существуют в Шотландии. Мы подробнее рассмотрим мелкие детали того, что будет добавлено позже в видео. А теперь давай разберемся в деталях того, на что на самом деле похожа игра Cancass Blade. Первое, что ты сделаешь в Cancass Blade — это создашь своего героя. В игре есть простое создание персонажа, которое позволяет тебе выбирать свой пол и настраивать свое лицо. Это просто и прямолинейно, но достаточно глубоко, чтобы позволить тебе создать образ, который тебе понравится. Как только ты создашь своего персонажа, ты выберешь ими, и тебя отправят в тренировочный лагерь, чтобы выбрать свое стартовое оружие. Ты можешь выбирать между этим короткий меч и щит, глефа, длинный меч и щит, копье, мушкет, короткий лук, лук-полакс, двойные клинки или на даче. Лично у меня давняя одержимость гигантскими мечами, так что у меня действительно никогда не было выбора. Я не видел перед собой десяти видов оружия. У меня были глаза только на одного. Нет дачи, это так. В игре ты на короткое время бьешь по манекену для спарринга, чтобы ты мог почувствовать оружие, прежде чем вступать в спарринг с твоим тренером по искусственному интеллекту. Бой кажется великолепным, а взмах меча впечатляющим. После этого он вкратце научит тебя ездить верхом на лошади и управлять своим героем в конном бою. Это пригодится позже, но возможно самой уникальной частью всей игры является тот факт, что вы будете управлять не только своим героем, но и целым подразделением войск. Поначалу я беспокоился о том, как я смогу управлять армией, одновременно управляя своим героем, но игра проделала фантастическую работу, сделав все это очень интуитивно понятным. Приложив совсем немного усилий, ты можешь заставить свои подразделения следовать за тобой или атаковать врага по своему желанию. Помимо этого, у каждого типа юнитов есть свои собственные способности, которые ты можешь активировать, например, заставить их прорваться через вражескую линию или разрушить стены их щитов, растоптав их своими лошади. Как только твоя базовая подготовка будет завершена, пришло время проверить свои навыки в тренировочной осаде против искусственного интеллекта, где ты сможешь безопасно использовать все, чему научился. Очень быстро. Ты поймешь, как важно защищать своего героя и позволять своему подразделению войск помогать побеждать врага, поскольку твой герой, безусловно, силен, но не неуничтожен. После этой тренировочной осады в игре вам предстоит выполнить короткую цепочку квестов, прежде чем вы разблокируете свою первую настоящую осаду, где вы встанете в очередь, чтобы сражаться бок о бок с другими игроками и против них в осаде города 15 минут. Игра даст тебе несколько мгновений, чтобы выбрать войска, которые ты ведешь в осаду, а затем начнется напряженная битва за контроль над городом. Команды немедленно отправляются использовать осадные орудия, осадные башни и тараны, чтобы прорваться сквозь стены врага. Эти сооружения огромны, и ты сразу чувствуешь огромный масштаб всего этого. Я решил поднять осадную башню на стену, где быстро узнал, что мою лошадь действительно можно убить. Не волнуйся, хотя. Я бы отомстил врагу, прорубив себе путь через их тянущие руки и в конце концов бросившись к ним, нанося сокрушительный урон их кольцам. Пришло время захватить первую точку. Я был готов. Я осушил ради этого. Я послал свои войска против них с еще одной атакой, и медленно, но верно мы одержали победу. Хотя эта битва чуть не привела к моей первой смерти. Первая смерть рано или поздно наступит, но не сейчас, не здесь. С захватом этого пункта пришло время перейти ко второму из трех пунктов, и после того, как мы прорвем оборону противника, мы добьемся успеха. Это было почти слишком просто, и мы выясним почему. Теперь пришло время захватить третью и последнюю точку, которая окажется самой трудной, поскольку вся вражеская команда собралась в этом месте для своей последней битвы. Это была эпическая финальная битва. Я бы убил многих из их войск, а они убили бы моих. Я бы убил их героев, а они убили бы моих. Каждый раз, когда ты возрождаешься, ты можешь выбрать одного из своих оставшихся солдат, который присоединится к тебе в следующем рывке. Каждый раз, когда ты умираешь, возрождение занимает больше времени, поэтому избегать смерти определенно идеально, поскольку у вас есть ограниченное время, чтобы взять и контролировать свои цели. Я бросал несколько волн своих войск на врага, каждый раз, когда мои войска и я были убиты их последним сопротивлением, я бросался в бой головой вперед, пока, наконец, у меня не оставалась только одна другая юнитов, и поэтому я решил, что более терпеливый и осторожный подход был в порядке. Я бы попытался заманить вражеских героев в свои объятия с шестом. Поскольку это были мои единственные оставшиеся подразделения, мое терпение было вознаграждено. Вражеские герои ворвались в мои вытянутые руки, нанося большой урон. Это позволило моему герою убрать то, что осталось. Я учился, я приспосабливался, и это было здорово. Пока они ждали возрождения, я бросился к тому, что осталось от их сопротивления, с последними из моих войск я прокинул врага. Моя команда взяла под контроль финальный флаг, и этим я заработал свою первую победу. Это был всего лишь один бой, но я многому научился, и я не мог дождаться следующего матча. Я уже теоретизировал, на каких юнитах я сосредоточусь на повышении уровня, какие пути обновления я выберу, во что я буду превращать эти юниты. Мало того, что мне нужно было повысить уровень своего героя, мне нужно было создать лучшее снаряжение. У меня много дел, и я рад это сделать. И помни, Клинок Завоевателя только что запустил обновление Горца 10 сезона, в котором добавлено три новых юнита, вдохновленных богатой культурой и историей Шотландии. Просто выполняй задания юнитов, чтобы разблокировать волынщиков, чтобы усилить своих юнитов и своих союзников. Ты также можешь разблокировать воинов с клеймерами или лучников, чьи олени-гончие обеспечивают надежную защиту в ближнем бою. Помимо этого, они добавили новую карту, где вы можете сражаться за контроль над Высокогорьем, расположенным на великолепном фоне Зеленых Долин. Чтобы изменить ситуацию, теперь ты сможешь захватывать или защищать артиллерийские точки и ремонтировать их, чтобы переломить ход событий против своих врагов. В дополнение ко всем этим захватывающим дополнениям, они также добавили новый боевой пропуск, где вы можете разблокировать более ста эксклюзивных наград сезона, выполняя сезонные задания и зарабатывая славу в течение 10 сезона. Это включает в себя новую одежду героев шотландской тематике, шкуры оружия, одежду юнита, набор маунтов и многое другое. И последнее, но не менее важное, они также добавили множество функций и улучшили качество жизни, таких как новые татуировки на лице и ряд изменений в игровом процессе и пользовательском интерфейсе, чтобы точно настроить основные возможности Cancash Blade. Так что, если тебе все это кажется таким же забавным, как и мне, обязательно пройдите по ссылке в описании ниже, чтобы получить 7 дней бесплатного премиум времени и 25 уровней Battle Pass. Как всегда, спасибо тебе за просмотр. Не забудь поставить лайк, подписаться и прокомментировать, если тебе понравилось это видео. И отдельное спасибо моим играм за спонсирование этого видео, чтобы я мог поесть в этом месяце. Это все для этого видео. Если ты когда-нибудь захочешь потусоваться, пока я играю в свою любимую игру, заскочи на мой стрим Twitch на Twitch.tv в SlashLuckyGhost. У меня фантастический день, ночь или вечер, где бы ты ни был. И я увижу тебя в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok